МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...отмечает свой профессиональный праздник. Год был непростой. Мало того, свой профессиональный праздник вы встретили в новом статусе. Как теперь вы называетесь? Каков этот статус? Какие плюсы, какие минусы этого перехода? И все ли вы держали этот переход в вашей службе? Да, можно сказать, что теперь мы закончили переходный период. И действительно, мы теперь органы принудительного исполнения, хотя само название службы не сменилось. Федеральная служба судебных приставов. Статус сейчас нас, скажем так, по статусу мы теперь приравниваемся к правоохранительным органам. Спецзвания имеют наши сотрудники. И, соответственно, появились социальные гарантии. Сейчас достойное денежное содержание. И, как говорится, пенсионное обеспечение тоже уже на сегодняшний день тоже имеет место. Поэтому каждый сотрудник теперь знает, к чему стремиться. Есть стимул для работы. А задачи, каковы задачи? Они остались прежними или что-то добавилось? Потому что жена накладывает то, что в новом статусе. Да нет, хочу сказать, что, наверное, все-таки новый статус появился в связи с тем, что уже то количество задач и тот уровень задач, который был, он сам по себе привел к изменению этого статуса. Поэтому задачи, какие были, они остались. Основное, конечно же, это обеспечение безопасности судей судебных процессов и должностных лиц службы. Это принудительное исполнение требований судебных актов и актов иных органов. Это принудительное выдворение за пределы Российской Федерации. Естественно, административная уголовная юрисдикция. Ну и принято говорить, что это вроде бы как новые полномочия, хотя уже с 17-го года мы еще и надзорный орган за деятельностью коллекторских организаций. Да, вот за этим грубым столом мы об этом много говорили уже. Да, вот это такой вот самый-самый основной круг наших полномочий. Поэтому задачи те же. И цели, они всегда, как говорится, одни. Да, это выполнить свои функции в должном участии. Хватает сотрудников, потому что можно перечислять, да, пальцев на руках не хватит, сколько у вас задач. А все ли прошли это испытание? И сократилось ли количество сотрудников? Нет, штатная численность у нас не сократилась. В принципе, можно сказать, что отсев самый минимальный произошел только по объективным причинам. Это образование, да, ну и возраст. Где-то, еще раз повторю, что минимальный отсев. Но, учитывая, что теперь немножко другой подход, если сотрудник имеет уже пенсию какого-то иного ведомства, да, то после перехода он не смог бы получать эту пенсию, а получал бы только денежное содержание. Вот в связи с этим, конечно же, кто-то выбрал и ушел на пенсию, да. Но на сегодняшний день хочу сказать, что вот за этот год, как бы, да, потому что переходный период начался с 1 июня 2020 года, мы почти укомплектовались, да, то есть, ну, минимизировали, скажем так, наш некомплект. Конечно же, и сейчас у нас еще работа кадровая ведется, и она будет продолжаться, потому что мы формируем и кадровый резерв. Но ситуация улучшилась, поэтому, в принципе, нас увидели, да, то есть поняли, какая мы служба, то есть есть и наши новобранцы, да, которые к нам пришли, вот, кто-то пришел из других правоохранительственных органов. Думаю, что проблематики большие, да, с кадровым составом у нас нет. Вот вы говорите, что нас увидели, вот, кажется, с высоких трепунок каждый год, вы говорили, сколько вы средств поставляете в бюджеты различного уровня, да. Это же огромные деньги, да, какую вы пользу приносите. И вот эти вот огромные деньги большим потоком, да, проходили мимо самих приставов, да, и приставы долгие годы ждали, когда же на них все-таки обратят внимание, да. На сегодняшний день, да, не могу сказать ничего, то есть, вот, то, что сейчас, в том статусе, да, в каких рамках работают наши сотрудники, я думаю, что это как раз-таки достойное, вот, скажем так, положение, да, наших сотрудников. От нас это только выполнение тех задач, которые стоят. Я знаю, что с молодыми кадрами у вас никогда плохо-то не было. Всегда, да, принимали молодые присягу, приходило молодое пополнение в службу. Сейчас как вот по-вашему статус службы судебного приства, он как, он должен повышаться? Или вы уже, может быть, чувствуете, что уже и кандидатов побольше стало? Многие хотят служить? Нет, конечно же, повышается. А еще здесь сейчас же и отбор немного другой, да, то есть, требования другие появились, особенно к судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельностей судов, это и к физподготовке, и требования к здоровью, да, то есть, отдельный приказ у нас есть, потому что проходится военно-врачебная комиссия. Конечно же, и требования к службе совсем другие, да, сейчас у нас судебные приставы несут службы с оружием, да, в судах. Поэтому это накладывает определенную и ответственность, да, а значит, и отбор кандидатов, он более серьезный. А что изменилось в законодательстве за этот непростой год, год пандемии, который, к сожалению, продолжается? Ну, был период времени, да, когда мы все были подчинены 215-му ФСЗ, да, и не могли проверять имущество по месту жительства должников, в принципе, арестовывать имущество по месту жительства. Ну, вот с 1 июля мы снова, скажем так, эта полномочия к нам вернулась, мы работаем в рамках действующего законодательства. Что еще из такого полезного, да, ну, это вот есть такие моменты, когда мы сегодня тоже, наверное, не раз об этом вспомним, когда возникают ситуации по должникам-двойникам, да. Да, 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 это вообще отдельное тело. Да, у нас на сегодняшний день есть изменения в законодательстве, да, которые уже внесли изменения в статью 13, это требования к исполнительному документу, но до 1 января 22 года эти изменения не касаются как раз-таки исполнительных документов, которые выдаются организациям в сфере ЖКХ. А как раз-таки вот в этих исполнительных документах очень большая часть, да, без этих идентификаторов. Я думаю, что с 1 января у нас эта ситуация, она выправится. Как работалось с людьми, уж коль мы на те же рельсы пандемии возвращаемся. Я знаю, что одно время у вас такие стояли при входе, да, такие аккуратные ящички для писем, да. Как обращались люди и могут ли к вам приходить сейчас? Ну, ящички остались, они сейчас есть. То есть вот прямого потока как бы граждан, а его и сейчас нет. То есть письменная корреспонденция принимается именно таким же образом. Что касается приема граждан, конечно же, мы его не прекращали, да. Приоритетно записываться на прием электронно, да, этот сервис работает, он доступен. Сейчас он доступен в полном объеме. Но, конечно же, мы понимаем, что иногда возникают ситуации, когда человеку необходимо обратиться, да, и вот в порядке живой очереди, естественно, в структурном подразделении мы примем. Но вот создание, да, вот таких вот скоплений большого в приемные часы, мы стараемся это минимизировать. Кроме того, у нас сейчас каждый день есть дежурный сотрудник в каждом подразделении, да, и не обязательно посещать подразделение только в приемные часы, а можно обратиться к этому дежурному судебному приставу, который может разъяснить определенные вопросы, выдать какие-то копии процессуальных документов в течение всего рабочего времени. Ну, что в сущности важно, что многим людям будет вполне достаточно, сервис телефонного обслуживания, это что такое? Да, у нас появилась группа телефонного обслуживания. В первую очередь, скажем так, основная цель, да, это, опять же, оперативное реагирование на обращение наших граждан. Значит, оператор принимает звонок, если это получение информации, то, естественно, информация, доступная информация может быть предоставлена сразу. Если требует какого-то разбирательства, да, вопрос, то оператор дает поручение, да, в соответствующее структурное подразделение с обратной связью, то есть сообщается телефон заявителя, да, и с ним обязательно связывается. Естественно, потом мы этот вопрос контролируем, да, то есть насколько обратная связь работает, скажем так. Сведения о ходе исполнительного производства на портале госуслуг, хотя мы об этом говорили, напомним еще. Вы знаете, давайте так сделаем, сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом с госуслуг начнем. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, тема дня в эфире. Сегодня у меня в гостях Надежда Семенова, главный судебный пристав Тверской области. Надежда Геннадьевна, до перерыва говорили о том, что о ходе исполнительного производства теперь можно получить сведения на портале госуслуг. Давайте объясним народу, что это такое. Да, да, да. Ну, речь идет о личном кабинете стороны исполнительного производства в первую очередь, да, потому что личный кабинет заработает, если у нас есть запись на госуслугах. И в том числе можно просто получить информацию какую-то, выбрать услугу Федеральной службы судебных приставов. В зависимости от жизненной ситуации, жизненных ситуаций там представлено достаточное количество, можно обратиться с тем или иным там заявлением, да, можно даже представить какую-то информацию. Она поступит сразу же в структурное подразделение соответствующее, да, и вы получите обратную связь, то есть ответ также вот в таком же онлайн-режиме. Хочу сказать, что сервис работает, мы видим, да, что поступают к нам и обращения, и жалобы в таком формате. Вот, и увеличилось достаточно на большое количество, да, к нам обращений вот именно вот с этих вот из ИПГУ, то есть вот то, что касается госуслуг. Удобство в чем? Мы надеемся, что граждане, а сейчас уже большинство граждан имеют все-таки, да, учетные записи на госуслугах и пользуются активно госуслугами, что это все-таки увеличит возможность получения информации о возбужденных исполнительных производствах, да, и граждане быстрее будет реагировать на наличие возбужденного исполнительного производства. А сроки вообще для вас насколько важны? Вот, как их соблюдается? Ну, сроки важны, в первую очередь, для должника, да, потому что пройдет добровольный срок, и мы начнем применять какие-то меры, да, предыдущего исполнения, да, это исписание денежных средств и счетов, это какие-то иные меры, там, обращение взыскания на доходы, вот. Поэтому для нас тоже вопрос времени. Если мы быстрее, допустим, получим обратную связь от должника, может быть, долг оплачен, да, может быть, имеются какие-то иные обстоятельства объективного характера, да, о которых нам может сообщить должник, чем быстрее он нам о них сообщит, мы сможем скорректировать свои меры, да, по исполнительному производству. Поэтому здесь вот скорость получения информации, скорость обратной связи, она очень важна. Поэтому и вот решение, как говорится, о том, что задействовать госуслуги для этого, да, и было принято. Ну, мы здесь сегодня, наверное, еще раз обратимся к жителям региона, да, чтобы как можно чаще обращались, да, и не затягивали, потому что в их же интересах, да. Я смотрю, что очень большой такой разброс, как может человек к вам обратиться, а если вот хочет к вам на прием, только вот Надежда Семенова сможет решить мою проблему. Как это сделать, как записаться, и с чем чаще всего к вам люди обращаются? Ну, это, пожалуйста, прием я провожу каждый четверг с 14 до 18 часов. Значит, телефон 55 92 20, значит, для предварительной записи. И еще раз повторю, что запись предварительная для того, чтобы можно было какую-то информацию получить, да, исходя из того вопроса, который хочет задать, значит, гражданин, который записывается на прием. Но бывают случаи, да, когда гражданин приехал из области, да, и не может, допустим, там именно в четверг приезжать другой день. Я всегда, да, ориентирую своих, значит, сотрудников. Если у меня есть время, да, и я не задействована на каком-то время вреде, я обязательно приму человека не только в четверг, но и в какое-то другое время. Мы обязательно побеседуем и попробуем разрешить вопрос. С какими вопросами больше обращаются, да, мне кажется, что весь спектр вот наших задач, которые есть, и все эти вопросы, они имеют место. Наверное, да, чуть больше, больше процент это взыскание алиментов. Вот эта тема, она всегда была болезненной, поэтому да. Сейчас больше стало обращаться именно должников. Это связано и с обращением взыскания на пенсию, и с обращением взыскания на доходы, и со списанием со счетов, да. Кому-то приходится просто разъяснять, что да, это мера, которая предусмотрена законодательством, и, увы, ну, если другого способа нет, то это будет иметь место, да. Вот, поэтому вот эти вопросы часто задаются, и должники часто приходят. К вам обращаются в связи с тем, что недорабатывают каким-то образом ваши подчиненные на местах, если приезжают с области, или просто уже психология человека такая, что кажется, что чем выше должность, да, у человека, тем он скорее решит. Нет, конечно же, есть моменты, когда мы понимаем, вот только после разговора там с взыскателем, да, который приехал и говорит, что вот мне кажется, что здесь что-то недоработанное, да, мы начинаем разбираться, да, и где-то корректируем действия нашего судебного приства. Иногда мы просто констатируем факт, что да, мы сделали все, но, увы, ну вот, эти меры не дали никакого результата, конечно, приходится объяснять, что нет здесь ни бездействия, да, но отсутствие результата не говорит о том, что мы что-то недоделали. Есть такие случаи. Но, повторюсь, что, конечно же, имеет место и бездействие, и наказываем судебных пристав исполнителей, да, и даем поручения, соответственно, да, конечно, такое есть. Рейдовые мероприятия. Я знаю, что очень большая доля вашей работы, это именно в рейды. И по утрам, и по вечерам, и сейчас рейды совместно с сотрудниками ГИБДД, останавливаются должников водителей, аресты нередко накладываются на автомобильные средства. Вот эффективность этой работы, и какие его результаты. Для чего, по большому счету, опять же таки, чтобы оплатили, да? Да, конечно. Ну, хочу сказать, что рейды, наверное, в последние 2-3 года, это уже такое систематическое мероприятие совместно с сотрудниками ГИБДД. Меняем только, скажем так, места дислокации, да, по проведению этих рейдов. И результаты действительно есть. Как бы получаемые денежные средства в общем объеме, да, сейчас уже соизмеряются в миллионах, да, то есть то, что мы получаем от реализации арестованных средств во время рейда. И после, да, когда, значит, должники уже приходят к нам, да, наверное, сейчас все чаще арестовываем средства, да, потому что видим, что должник не намерен, да, там, оплатить свой долг, и, естественно, прибегаем к аресту. Эффективность, она, вот, о себе говорит сама, да, ну, кроме того, мы здесь еще и с мобильным розыском, да, с нашим приложением проводим, это наши стоянки, там, крупные торговые центры, вот, тоже, как говорится, эффективно работает. Поэтому мы эту работу совершенно не будем, да, прекращать. Вот, но хочу сказать, что водители сейчас более спокойно к этому стали относиться, по крайней мере, психологически. То есть все понимают, почему их останавливает сотрудник ГИБДД, и рядом с ним появляется судебный пристав. Ну, то есть водители уже знают, что грешок-то есть, да? Почему же тогда не платишь, дорогой товарищ, ну, за это что говорят? У всех обстоятельств, да, у всех обстоятельств. А потом тяжело расставаться со своими деньгами, даже если ты должен, да? Давайте мы перейдем о том, о чем уже упоминали здесь, потому что это, наверное, очень больная тема, это взыскание алиментных задолженностей. У нас о каком числе алименщиков, назовем их, так идет сейчас речь, и что мешает более эффективной работе? Потому что вот за этим круглым столом, кого только не приглашали, да? Как только не говорили, как только не убеждали. И все равно проблемы остаются. Конечно, проблемы остаются, но количество испанских производств, оно вот у нас почти неизменно, да, это в течение года, например, там, 10 тысяч, да. Но вот сейчас вот мы анализируем, скажем, тогда появилась новая методика такого анализа. И вот у нас, скажем так, мы порядка 75% от общего, да, вот количество исполненных производств. Это количество судебных решений, по которым дети получают, значит, денежные средства, значит, возмещение алиментов. 75%? Да. Здесь сюда включаются и периодические выплаты, да, пусть они там не систематические, это и то, что удерживается из заработной платы постоянно с удержанием задолженности, да, то есть все вот эти моменты, они как бы вот складываются, и мы вот имеем такую картину. Да, в течение года эта доля, она немножечко варьируется, да, но вот средняя все равно, но где-то к 75% мы вот уже подошли. Конечно же, это не пределы, мы это понимаем, что каждый ребенок должен получить, да, получать алименты, но здесь исключением являются и те, кто в розыске, да, должники, то есть мы понимаем, что здесь существует проблема. В розыске, кстати, много должников? Ну, достаточное количество, да. Ну, процент здесь, ну, где-то около 500 тысяч, да, это небольшое количество, но есть должники, которые, ну, скажем так, пропадают на определенный срок, да, и они периодически у нас попадают в этот розыск, да, есть должники, которые находятся длительное время там, где мы уже со взыскателем работаем на предмет, того, разъясняем, чтобы они обратились в суд, да, по истечению года, они могут обратиться в суд за признание безвестного отсутствующего и получать хотя бы компенсацию, да, которая на сегодняшний день доступна. Вот, поэтому немного таких обращений пока что в нашем регионе, хотя мы всем взыскательницам отправляем эту информацию, что у них такая возможность есть. Вы говорите, взыскательницы есть среди алиментов, я знаю, есть и женщины? Нет, нет, есть, 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 но в розыске у нас не так... А, в розыске женщине труднее скрыться, да, получается. Давайте мы к этому вопросу еще вернемся. Несколько слов об планируется, я знаю, что служба планирует подключить к розыску, потому что часто, ну, сложно определить, где находится человек. Искусственный интеллект. Вот я просто прочитала, и что к 23-му году, это уже буквально через год, да, 80% решений службы должны приниматься автоматически, а личная работа с гражданами будет занимать не более 10 минут на каждого. Это не научная фантастика? Нет, наша служба вообще движется, скажем так, вот по пути цифровой трансформации, да, и мы в скором времени вообще должны перейти на цифровое исполнительное производство, это совершенно не научные, скажем так, да, изыскания. Естественно, служба в целом, ну и управление, да, мы являемся территориальным органом Федеральной службы судебных приставов, и, естественно, тоже перейдем на те же рельсы, что и Федеральная служба судебных приставов в целом. Поэтому, да, есть определенные планы, да, и вот те сервисы, о которых мы с вами сегодня уже говорим, да, это все вот эти вот шаги, которые поступательно движут нашу службу вот к этим вот, дальнейшим, скажем так, достижениям, да. Конечно же, цель, цель одна единственная, это максимально иметь информацию о должнике, причем получать эту информацию максимально короткие сроки, значит, максимально полную, да, для того, чтобы вот в эти, в минимальные сроки можно было исполнить то или иное судебное решение, естественно, с минимальными затратами, да, потому что какие-то бумажные, да, там, запросы, ответы, это все уже ушло в прошлое, собственно говоря. Вот. И, конечно же, у нас остаются исполнительные производства как элементы, да, для которых нужно оставить время для того, чтобы, где нужно действительно работать вот лично, и с должником из-за взыскателя. А, кстати, давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, те, кто смотрит нас на телеэкранах, если ребенку наступает возраст 18-летия до совершеннолетия, это значит, что долг, который был, вот человек годами не платил, он автоматически списывает, и ты как чистый, как лист, честно живешь дальше? Нет, нет. Просто по достижении ребенка 18 лет прекращается исполнительная производство взыскания алиментов, и рассчитывается задолженность на момент 18-летия, и возбуждается новое исполнительное производство уже на основании этого постановления о расчете задолженности. И мы продолжаем взыскивать с должника имеющуюся задолженность по алименту. То есть долг остается? Он никуда не аннулирует. Какие меры, чем мы сейчас можем говорить, что заплати долг, заплати алименты, и ты в чем-то относительно свободен? Ну, меры, они, скажем так, есть те классические, да, о которых мы всегда говорили, это ограничение выезд за пределы Российской Федерации, да, это, естественно, и работа со счетами, с денежными средствами, да, с доходами. Это мера, которая уже сегодня тоже себя показала, это ограничение в спецправе, да, когда должники наши уже ходят пешком, вот. Это и аресты имущества, да, вот. Поэтому меры на сегодняшний день, то есть они все, все, какие есть, они работают. Работают, да? Да, ну и, конечно же, мы уже, если говорим об ответственности, да, о мерах ответственности, это административная ответственность, то есть, скажем так, да, законодатель у нас снесет такую пошаговую ответственность к алиментчикам, это 5.35 прям 1, да, приступает после уже привлечения к административной ответственности, то мы уже говорим об уголовной ответственности по статье 157-й. Угу. В интернет-приемной Федеральной службы судебных приставов в России И возвращаемся к теме «Новый вид обращений. Граждане-двойники». Давайте объясним жителям региона, что это такое. Почему это сейчас актуально? Да, ну, остается еще у нас такая проблема, да, вот я ее коснулась немного ранее, от того, что у нас еще не все исполнительные документы содержат вот эти вот различные идентификаторы, которые никак не могут совпадать, да, мы их можем назвать. Это ННН, это СНИЛС, это, естественно, паспортные данные. Это где совпадает что-то, да, вот в этих данных? Да, вот если, вот сейчас, да, если в исполнительном документе нет этого ничего, там, допустим, есть дата рождения, фамилия, имя, отчество, вот они полностью совпадают. В этом случае возникает проблематика того, что мы можем применить какие-либо меры принудительного исполнения не к должнику, а к его двойнику. К двойнику, человек, который чист перед законом. Да, конечно. И вот, да, такие обращения к нам уже поступают, и поступает достаточное количество. Так вот, на сегодняшний день в интернет-приемной доступен новый вид обращений, который, ну, его нужно выбрать тогда, который, вот, тема этого обращения, она так и называется, я двойник. Значит, почему мы акцентируем на это внимание? Во-первых, значит, вот, само по себе обращение, вот, это будет рассматриваться в течение двух дней, то есть строго, и никаких тут нарушений сроков не может быть. Это быстро довольно-таки, да. Само обращение будет писать лично к руководителю, вот, в частности, в нашем управлении оно поступит, если это обращение будет касаться нашего управления, оно поступит лично ко мне. Вот, значит, вот в эти сроки, да, мы даже не оставляем эти два дня, вот в те сутки, да, которые мы, в которые мы получаем это обращение, мы сразу начинаем проверять исполнительное производство. Запрашиваем мы этого гражданина, который к нам обратился, вот эти идентификаторы, да, которые уже точно подтвердят нам, чтобы сравнить... Что это, да, что это точно не он. Да, именент, снилс, да, и копию паспорта. Проверяем, вносим эту информацию, соответствующую, да, в наши базы. Если вдруг мы применили какие-то ограничения, отменяем их, если все-таки списаны денежные средства, значит, в эти сроки возвращаем денежные средства, ну, вот, гражданину, который, в принципе, тут совершенно ни при чем. Но, конечно же, мы надеемся, да, что вот эта оперативность, да, вот на сегодняшний день, она, ну, исключит вообще, в принципе, нарушение прав, значит, вот гражданина, скажем так, не являющихся должником. Ну, и, как я уже сказала, да, что 1 января 2022 года должно исключить поступление к нам исполнительных документов без наличия какого-либо идентификатора, что, в принципе, должно исключиться... А это уже много вопросов с ними, да? Да, конечно, конечно. Поэтому вот сейчас предпринимаются и службы в целом, и нашим управлением вот такие меры по исключению такой проблематики. А возвращаясь к теме алиментной задолженности, хотелось бы узнать, с кем вы здесь в связке работаете, потому что здесь же вообще эффективность работы зависит от взаимодействия структур. Кто здесь приходит на помощь, как тут же много, от чего зависит, да? Чтобы человек, который доустроили, чтобы его нашли. Мало ли, он как-то в бега подался или что-то. Тут проблема-то большая. Конечно, да. Ну, естественно, мы в первую очередь, да, это и органы ВСИН, да, потому что наши должники могут быть, значит, и находиться и в местах лишения свободы, да, и могут быть условно-досрочно освобождены, да, значит, будут стоять на учете. То есть здесь, вот, естественно, получение информации от уголовной исполнительной системы, она для нас очень важна. Кроме того, конечно же, это наши органы занятости, потому что есть и соглашение, да, и у нас, у Управления Федеральной службы судебных приставов с нашим центром занятости. Конечно же, оно не имеет такого обязательного характера для наших должников, но направление нашим должникам выдается, и это направление, значит, действительно предоставляется в центре занятости. И если все-таки какие-то вакансии есть, которые возможно предложить гражданину, естественно, они будут предложены. Здесь очень важное взаимодействие, и мы свои структурные подразделения нацеливаем на это, очень важно это с местными органами власти, да, это сельские поселения, да, потому что они, да, информацию предоставляют нам, да, даже вот иногда мы вроде бы как в розыск уже собираемся, да, объявляют должника, потому что не обладаем никакой информацией. А вот как раз-таки там сельское поселение, да, административное сельское поселение, нам эту информацию... Да, и без розыска, да, мы можем, собственно говоря, обойтись. Ну, и хочу сказать, что вот мы с уполномоченным как по правам человека, так и по правам ребенка, да, в Тверской области мы тоже очень активно взаимодействуем, потому что есть некоторые моменты, да, и судебные решения достаточно сложные, даже и по взысканию алиментов, поэтому работаем в такой вот связке, вот, стараемся совместно, да, принять решение, там, по тому или иному испанцовому производству. Поэтому вот такие вот основные, скажем тогда, моменты взаимодействия. Кстати, вот, на Ваш взгляд, люди как активно подключаются к розыску, если объявляется человек в розыск, помогают ли жители региона? Если вдруг знают, звонят ли, какое-то сочувствие проявляют? Нет, хочу сказать, что мы же постоянно, скажем так, стараемся в мониторе, да, как работает наше розыскное подразделение. Граждане активно достаточно, если они знают информацию, обладают какой-то информацией, то обязательно ее сообщат. Кредиторская задолженность, скажем так, это кредиты всевозможные, да, как обстоят дела на сегодняшний день? Потому что ситуация экономическая не очень хороша в стране, да, денег у народа не так много, а кредиты берут. Что сейчас происходит? Хочу сказать, что уже на протяжении нескольких лет, да, количество поступающих таких судебных решений о взыскании кредитной задолженности растет, естественно, выросла, но и в этом году. Общая сумма задолженностей на сегодняшний день, да, по имеющим судебным решениям, она 6,8 миллиардов рублей. 6,8 миллиардов по верхней лужью, да? Да, это достаточно большая сумма. Причем, если говорить о суммах именно вот неуплаченных кредитов, они не очень большие. Но их бывает уже несколько, да, у одного и того же должника в разных банках. Поэтому, естественно, если по ипотечным кредитам мы понимаем, да, мы работаем с имуществом, и здесь как бы ситуация, она вроде бы как понятна, да, то при потребительских, взыскании потребительских кредитов иной раз мы видим, что и данные совершенно, да, не совпадают с теми, которые там предоставлялись какие-то банку, да, вот, и о месте трудоустройства, да, и какие-то другие данные. Поэтому здесь возникает проблема. И сказать сейчас, что вот достаточно, да, большое количество взысканий, нет. То есть отсутствие работы, да, у должников, отсутствие вообще какого-либо источника дохода и вот это вот большое количество кредитов и отсутствие имущества, на которое мы могли бы обратить взыскание. Естественно, это все уходит в минус. Что же здесь делать в такой ситуации? Вот. Естественно, мы предпринимаем все меры, да, для взыскания. Но, опять же, при возвращении исполнительных документов к кредитной организации у них не теряется право нового предъявления нам исполнительного документа. Поэтому мы делаем, значит, свою работу, да, отрабатываем исполнительное производство и, да, у нас есть право возвратить исполнительные документы. А проблема с микрофинансовыми организациями существует такая, о которой мы говорили, вот, допустим, год-полтора назад? Да, конечно. Вот с учетом того, что уже с 17-го года мы осуществляем надзор, да, за как коллекторскими организациями, так и это те, которые стоят в реестре, да, и теми, кто вот в реестре не состоит, но по основному виду деятельности занимается взыскание просроченной задолженности. Обращения, которые к нам поступают, количество их не уменьшается, да, и сейчас, по крайней мере, граждане уже фиксируют все-таки, да, те нарушения, которые... Да, сегодня мы обязательно еще раз напомним, что нужно для этого. Да, 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 фиксируют те нарушения, которые допускает, да, эта организация, и что дает нам возможность, да, с большим количеством доказательств уже максимально, да, отработать это обращение, тем более у нас появилось право административного расследования, да, в рамках рассмотрения этого обращения и возбужденного дела об административном правонарушении, и принять соответствующее решение, составить протокол об административном правонарушении, кроме того, с июня этого года эти протоколы уже рассматривает не суд, а, значит, должностные лица нашего, значит, территориального органа, вот, поэтому, конечно же, они могут быть обжалованы дальше в суде, но решение по протоколу принимается, значит, должностными лицами Федеральной службы. А, кстати, Надежда Геннадьевна, официальных коллекторов, которые работают по закону, у нас много на сегодняшний день по Тверской губернии? Нет, нет, по Тверской области у нас их всего два, которые стоят официально в реестре, но у нас на территории есть, значит, филиалы, да, и представительства других коллекторов. Других, которые, центры находятся в других регионах. Да, 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 стоят в других регионах. Ну, как они... Нет, коллекторы, которые стоят в реестре, нет, коллекторы, которые у нас стоят в реестре, достаточно добропорядочные. Потому что они в законе, что называется. Да, они их понимают, да. Вот в основном, конечно, обращения поступают в отношения микрофинансовых организаций. Микрофинансовые. Микрофинансовые нарушения, да, выявляются, причем неоднократные нарушения, это те, когда мы уже привлекали к ответственности и должностных лиц этих организаций, и саму микрофинансовую организацию, но нарушения все равно имеют. Давайте еще раз напомним сегодня нашим жителям нашего региона, в каком случае к вам нужно обращаться, когда человек, который требует деньги, возврат долга, ведет себя, мягко говоря, некорректно. Ну, во-первых, да, если к вам поступают, значит, звонки от коллекторских организаций, да, значит, в большом количестве в выходные дни, в ночные часы, в более поздние вечерние часы, в ранние часы, если к вам поступают смс-сообщения, там, сообщения на различные мессенджеры, да, там, ватсап, вайбер, скажем так, некорректного содержания, если вы, допустим, где-то обнаруживаете распространение ваших персональных данных, например, там, вывешиваются какие-то ваши фотографии или вас, сведения о вас там... Даже до такого доходят? Да, там, на дверях, допустим, в подъезде где-то, да, то есть вот все это, соответственно, ну, если говорить еще, допустим, вы направляете, знаете, что вы направили в организацию, что вы прекращаете с ними общение, да, и не хотите, да, официальные заявления, но они все равно продолжают с вами общение, вот, ну, также общение, значит, с несовершеннолетними проживающими лицами, да, оно запрещено, это тоже нарушение, конечно, это так будет, такое же нарушение, то есть вот это основные, конечно, моменты, но при всех обстоятельствах, то есть любое, вот пусть мы даже, скажем так, вот кажется вам, да, что с вами некорректно общаются, да, или все равно фиксируйте это обязательно, там, включайте аудиозапись, сохраняйте обязательно смс-сообщение и присылайте, мы обязательно рассмотрим это. Это прикладывается, да, это как прикладывается к заявлению, да, и именно к вам непосредственно нужно писать заявление, да? Да, в управлении Федеральной службы в Тверской области, да. Телефон доверия, несколько слов, потому что мы уже вроде говорили, да, куда человек может позвонить, какие вы создали условия, что хочешь по интернету, хочешь по телефону, хочешь лично, хочешь письмо отпустить, опустить, да, а здесь по телефону доверия и в каких случаях люди обращаются к вам на этот телефон? Ну, во-первых, телефон доверия у нас действует круглосуточно, а все разговоры на телефоне доверия записываются, да, это вот на предмет того, что вдруг там вы боитесь, что там кто-то исказит, да, в будущем, там, то, что вы, ту информацию, которую вы довели, в принципе, с любым обращением, да, и с любой информацией можно обратиться на телефон доверия, но еще в том числе, да, мы предполагаем, что на телефон доверия будут поступать обращения касаемо наших сотрудников. Ну, это может быть и какие-то коррупционные правонарушения, да, или какие-то иные, какая-то иная негативная информация, да, о сотрудниках, значит, нашей службы. Вот эту информацию можно в том числе направить и на телефон доверия, то есть позвонить и сообщить. Но вся эта информация проверяется, да? Абсолютно. Вся, все обращения поступают лично ко мне, и уже после, ну, такого первичного анализа, да, уже будет принято решение, как мы дальше, да, то есть какое именно отделение, да, будет заниматься проверкой уже более подробно этого обращения. Надежда Геннадьевна, несколько слов буквально о работе учебно-методического центра, потому что сюда же приезжают, да, судебные приставы, исполнители из различных регионов России. Ну, да, у нас, наш учебно-методический центр, он действует по Центральному федеральному округу. Ну, сейчас с учетом пандемии мы работаем дистанционно, но работа продолжается, да, у нас также проходят учебные занятия, да, но только в дистанционном формате. Мы обучаем судебных приставов исполнителей, дознавателей, начальников отделений, и вот в этом году также еще с сотрудниками кадровых подразделений с учетом перехода службы, да, и, значит, постановкой новых задач по переходу. Ну, учебно-методический центр наш, кроме того, он участвует еще и в методической работе нашего управления, да, то есть по профильным, значит, направлениям, и традиционно учебно-методический центр на его базе проводится, значит, второй этап конкурса на лучшего по профессии. Вот эти конкурсы, они у вас совершенно изумительно проходят, когда здесь все собираются, и, кстати, мы смотримся на уровне других регионов здесь, что мы можем сказать о наших специалистах. Ну, по каким-то направлениям чуть хуже, да, по каким-то направлениям чуть лучше, но в этом году, в том году мы не проводили конкурс, да, с учетом, да, но в этом году все-таки, да, мы провели его, да, он прошел в августе, вот, заняли мы и призовые места, значит, в этом году наши сотрудники, вот, но хочу сказать, что, наверное, при всех обстоятельствах в первую очередь, это получение какого-то опыта, то есть, вот, приезжают ребята молодые, видно, что они просто хотят вот показать то, что они умеют, то, что они знают, это очень хорошо, и стремление, да, то есть, вот, никто никого не заставляет, нужно внутри, вот, он должен захотеть, да, вот, себя проявить, да, и поучаствовать в этом конкурсе. То есть, это не только молодые, да, могут участвовать, это же могут быть сотрудники с опытом, с большим. Нет, там нет никакого совершенно, да, возрастного абсолютно никакого. Это, например, каждого человека стимулирует. Да, да, чтобы, вот, я хочу показать вот то, что я знаю, то, что я умею свои знания, умения и опыт. Кто может сейчас, вот, в данной ситуации, вот, послушать наш с вами разговор и примет для себя решение, я хочу быть судебным представителем, что для этого нужно, как к вам прийти и какие, что называется, этапы пройти? Ну, во-первых, у нас на сайте все очень доступно, значит, написано, там есть вся абсолютная информация по тем требованиям, которые на сегодняшний день, да, предъявляются к кандидатам по различным должностям, значит, где имеются вакансии. Обратиться, может, там тоже есть телефоны кадровой службы, в которые предоставят исчерпывающую информацию. Ну, предварительно, да, там можно собрать минимум документов, которые необходимо будет представить, и, значит, эти документы будут направлены для предварительного согласования. Ну, если вкратце, да, это возраст кандидатов от 18 до 40 лет. До 40 лет. Но если, значит, гражданин имеет уже стаж работы в иных правоохранительных органах и имеет какое-либо спецзвание, да, то вот этот вот цен 40 лет, он на него не распространяется. То есть можно и старше? Да, да, можно и старше. Вопрос образования. Значит, должности судебных приставов, исполнителей, ведущих судебных приставов, дознавателей, здесь мы говорим только о высшем образовании. Высшее. Да, юридическое, экономическое, психологическое, педагогическое. У судебных приставов по обеспечению установлено порядка деятельности судов. Здесь есть градация младший состав и, значит, средний состав. Это судебный по ПДС, мы, скажем, так вот, более доступным. Это те ребята, которые в судах. Да, которые в судах, это своеобразный спецназ судебный. У нас есть спецназ, да, отдельный спецназ, у нас принесет отделение, значит, специального назначения. Вот, ну, вот у судебных приставов по ПДС, у младшего состава, там предполагается среднее, значит, специальное образование, а средний состав только высшее образование. Вот, поэтому, ну, и, как я уже сказала, это обязательное прохождение, ну, психологического тестирования. Судебные приставы, исполнители, дознаватели еще проходят полиграфическое исследование. Ага, на полиграфе. Да, вот. И, естественно, ко всем кандидатам это обязательное прохождение военно-врачебной комиссии, есть приказ, он тоже есть в общем доступе по требованиям к здоровью кандидатов. И сдача физической подготовки, то есть есть нормативы. Ну, хочу сказать, что нормативы пока что, да, достаточно щадящие, ну, то, что касается судебных приставов, исполнителей, следознавателей. Судебные приставы по ПДС, конечно же, должны быть в хорошей физической форме. Вы тоже сдавали нормативы? Да. То есть, каждый, кто работает в этой службе, все обязаны сдавать нормативы. Теперь эти нормативы будут сдаваться каждый год. Вот, то есть то, что мы сдавали при переходе, и сейчас каждый год каждый сотрудник, независимо от занимаемой должности, в органах принадлительного исполнения сдает нормативы по физподготовке. Вот если бы вы принимали решение вот такое вот, ну, вот, допустим, вот так вот с порога обратиться к жителям региона, почему именно вашу службу нужно выбрать в качестве профессии на всю жизнь? Вот на ваш взгляд. Вы сколько лет в профессии имеете? Ну, где-то, наверное, вот порядка 15, наверное. 15 лет? Это, можно сказать, жизнь уже, да? Почему именно ваша служба? Как бы ее некоторые не ругали, да, к сожалению? Конечно же, да, наверное, большему количеству населения кажется, что мы делаем, наверное, что-то плохое, да, но если посмотреть, во-первых, мы все равно представители государства, да, и мы несем государственную функцию, восстанавливаем ту справедливость, которая установлена либо судебным решением, да, либо каким-то иным актом. Мы в то же время пополняем бюджет, да, то есть это благородное достаточно дело, потому что средства бюджета идут на и те же национальные проекты, да, и на социальные нужды. То есть наша работа еще и носит такой вот и социальный характер. Поэтому даже если эта благодарность не звучит вот так вот, да, то все равно мы понимаем, что те задачи, которые мы выполняем, они все равно нужны, да, нужны нашему населению, нашего государства. А спасибо вообще-то, вот вы хотя бы сказали, что не так честно. Спасибо говорят. Нет, говорят и благодарности приходят. Конечно же, всегда приятно, да, когда читаешь, что вот там той хрупкой девушке, да, которая вот вроде бы, да, там взыскала там такую-то иную сумму, да, с такого-то должника. Конечно же, это все есть, вот, но, наверное, не только дело в этом, да. Мы понимаем, что для нас самое главное, чтобы каждое судебное решение, каждый там акт иного органа достиг своего конечного результата. То есть деньги взысканы, судебное решение исполнено, и вот это, это самая главная основная цель. Спасибо вам огромное за участие в программе, хочется пожелать вам, чтобы долгов было поменьше, да, и чтобы все были ваши сотрудники, и вы здоровы. Спасибо огромное. И с наступающим праздником. Спасибо. Всего доброго. До свидания, уважаемые друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин